Здравствуйте, это Укрлайс Людмила Немирия, и с нами на связи Илья Пономарев, которого мы очень рады видеть. Илья, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время сегодня поговорить с нами. Это новый Укрлайс, еще более прекрасный Людмила Немирия, и я очень рад быть у вас в эфире. Спасибо, Илья, спасибо огромное за вашу поддержку. Илья, вот я хотела бы начать с событий, которые происходят в России, а точнее подготовкой России к этим псевдовыборам. Насколько вообще, в принципе, есть смысл говорить об этом? Потому что есть некоторые нюансы, которые заставляют задуматься о том, что происходит. Ну, во-первых, начнем с того, что Государственная Дума все-таки приняла этот закон о том, что выборы в условиях военного времени могут быть перенесены, выборы президента. С другой стороны, мы видим, как торжественно Панфилова заявляет о том, что выборы будут длиться три дня, и люди будут перед этим ходить и призывать всех приходить на выборы. Но что мне больше всего поразило, что Медуза написала об этом, кстати, не так давно, о том, как же планируют проводить эту избирательную кампанию Путина. И был интересный момент, что планируют вынести как бы за скобки войну России против Украины. Это как бы с одной стороны, да, вот одна история. А с другой стороны, мы видим, как увеличивается военный бюджет, мы видим, как Патрушев рассказывает о том, что губернаторам, что они должны готовиться к переходу на мобилизационную экономику, и много-много таких других всяких разных вещей происходит. Поэтому, Илья, как вы вот для себя видите, что на самом деле? Вот какое-то, что-то там пришло в какое-то движение, что ли, в России или нет? Ну, явно не по причине так называемых выборов. Вот, нет. Выборы – это процесс, на котором какие-то люди зарабатывают деньги. Поэтому, конечно, они пройдут. Вот, желательно. Во много дней, чем больше дней, тем больше денег. Чем больше надрыв избирательной кампании, тем опять-таки же больше денег. И, собственно, большое количество людей заинтересовано в том, чтобы создать какую-то псевдоинтригу на этих псевдовыборах. И в том числе такие люди есть и в российской оппозиции, которые вообще такое ощущение просто, что там на подряд сели в Кремле для того, чтобы как-то в эмиграции, значит, там было повеселее. Конечно, никаких выборов, как у настоящих выборов, нет. Потому что нет ни свободного выдвижения кандидатов, ни возможности этим кандидатам выразить свои взгляды в ходе избирательной кампании, потому что теперь за каждый чих сажают, значит, нету возможности людям проголосовать свободно. Потому что с этим электронным голосованием рисуют тот результат, который нужен. Поэтому ни одного атрибута выборов на данный момент, вот у того, что будет происходить, нет. Нет, думаю, что все это сведется к тому, что, конечно, значит, сам Путин будет стараться про войну в этой ситуации абсолютно не говорить. И зачем ему педалировать эту тему? Он будет говорить про стабильность, про то, что, значит, в бурных волнах мировой политики, значит, Россия якобы, значит, единственный островок стабильности и так далее. Ну, в эту точку он будет бить. Вот, про войну будет говорить Григорий Алексеевич Явлинский, после чего он получит 1% голосов, после чего Владимир Владимирович скажет, ну, видите, вот у нас свобода, каждый мог высказаться, значит, все кандидаты выступали за войну, один был против, ну, вот видите, он получил 1% голосов, в той же стране 99% нормальных истинных верующих патриотов, то есть, ну, и 1% подонков, ну, простимых, то есть, что же с ней, где позвать, то есть, 1% свобода. Илья, насколько процесс подготовки к какому-то новому этапу войны в России является настоящим, или это очередная попытка повысить ставки, как вы думаете, что на самом деле происходит? Потому что мы видим, что на Западе сейчас появляется ряд статей, которые говорят, что, ну, как-то надо там, может быть, и поговорить с Россией. Ну, конечно, их много, они в разных абсолютно, и в Сентенгах, и в зданиях. И в этом смысле, как бы, ну, очевидно, что подогревая, вот, например, там, раз бюджет такой огромный в России, все сразу на Западе думают, ну, ничего себе, да, что же там нам конкурировать. Ну, это я как бы упростила понимание ситуации, да? Иными словами, вот как вы ощущаете, готовится ли Путин к новому витку эскалации, или это на самом деле поднятие ставок? Или и то, и то? Я бы хотел подчеркнуть, что вся российская элита, причем важно понимать, как которая в Кремле, так и та, которая там в Лондоне или в Вильнюсе, живет ожиданием так называемых мирных переговоров. То есть, это так же, так называемые выборы, тут же так называемые мирные, так называемые переговоры. То есть, каждое слово можно заключать в отдельные кавычки. И это является основной надеждой, и вообще, которая, как бы, их на данный момент питает, да? Потому что для вот этих там псевдооппозиционеров это означает на следующие 10 лет гранты на борьбу с Путиным. Для, соответственно, российской элиты это возможность потихонечку там отползти от санкций. Значит, и вернуться к, как это говорится, бизнес-из-южу. Для Путина это сохранение его власти. Значит, для китайцев это сигнал, что можно заняться Тайванем непосредственно для Билла Бернса, Нобелевская премия за мир. Вот, может быть, который он поделится своим шефом, господином Байденом, а может быть, и нет. Вот, ну, как бы, в общем, все довольны, кроме Украины. И все это упирается вот в несговорчивость даже не украинского руководства, а украинских граждан. Понятно, что украинское руководство полностью зависит, в этом смысле, от общественного мнения, но общественное мнение в Украине на данный момент однозначно, что будем воевать, пока не победим. Поэтому думаю, что сейчас основные шаги Путина будут направлены не на какую-то широкомасштабную эскалацию, которая может только создать дополнительные риски ему, как внутри России, так на самом деле и в Украине, потому что будет неудобно, если он там отмобилизует миллион человек, они после этого никуда не продвинутся, то есть положат там очередные 100 тысяч под каким-нибудь очередным бахмутом, вот, за взятие какого-нибудь очередного села, то есть там, значит, на востоке Украины. Вот, поэтому, скорее всего, нет, он как раз не будет ничего делать, он будет действовать, с учительными дипломатическими методами, заигрывать с пресловутыми республиканцами, значит, дружить там, значит, с такими вот, значит, там, отморозками внутри Америки, там, раскачивать эту ситуацию с помощью Russia Today, которая работает вот с этими радикальными крылами, крайне правыми и крайне левыми, ну, и всячески демонстрировать свою готовность вести переговоры, чтобы после каждой подобной демонстрации, значит, господин Бернс выходил к господину Байдену и говорил, что вот видите, готовы же люди вести переговоры, так надо, значит, и Владимиру Александровичу сказать, чтобы он тоже там чего-нибудь как-то посуетился на эту тему. Илья, считаете ли вы, что вот то, что сейчас пишут на Западе, это попытка найти какой-то, я не знаю, я не хочу говорить слово «консенсус», да, но выйти на какие-то, на какое-то понимание с Россией, или все-таки Россия уже, вот с точки зрения понимания с Россией вопрос закрыт, да, для Запада. Вот насколько сейчас вы чувствуете вот эта ситуация, которая сейчас появляется, сколько вы считаете ее опасной или приемлемой, да, потому что вот очень интересно, я специально даже, готовясь к интервью с вами, обозначила, что немецкое общество внешней политики сделало очень интересное исследование, они сказали, что если Россия не потерпит военного поражения в Украине и не начнет внутреннюю политическую трансформацию, уже через 6-10 лет она полностью восстановится от перенесенных в Украине потерь. И более того, учитывая процессы, происходящие в России, она способна в таком случае увеличить свой военный потенциал до такого уровня, который позволит ей начать полномасштабную войну против НАТО. Ну вот, наконец-то, после всех вот этих статей, как-то вдруг возник такой контрабаланс, да, и это очень хорошо такое уравновесило это. Причем в внешней политике Германии это очень интересно, правда? Ну, насчет взаимопонимания хочу заметить, что в случае России взаимопонимание есть полностью функция денег, вот, есть деньги, есть взаимопонимание, а так no money, no money. И это вот ровно то, что мы на данный момент наблюдаем, значит, ограничение экономического взаимодействия, там, санкции и так далее приводит там к определенным в этом смысле проблемам, но после того, как система адаптируется, денежные потоки возобновляются, и, соответственно, старые ферштейры, значит, из-под каких-то щелей, там, значит, под которых там завела метла народной симпатии к Украине в прошлом году, там, начинают потихонечку выползать. И это касается, там, только что упомянут за тобой был немецкий совет по внешней политике, да, но там есть американский Council for Foreign Relations, и там большое количество собралось таких вот настоящих Путин-ферштейров. Ну, а сколько их там вообще по Вашингтону, значит, в разных местах сидит, к сожалению, так, затаившихся, но никуда не девшихся. Ну, тут их вообще много. Что касается вот этой немецкой статьи, я еще когда-то, то есть, ее, значит, читал, я так подумал, что для того, чтобы этот цинизм был завершен, и надо бы еще, чтобы эту статью какой-нибудь Александр Рава подписал, да, то есть, тогда был бы абсолютно комплект, да, то есть, в общем, соавторстве, значит, с минфинским форумом по безопасности. Вот, значит, ну, в Германии мы видим, на самом деле, что произошло существенные подвижки на уровне руководства, то есть, значит, наверное, это какое-то природное свойство немцев, такой консерватизм, медлительность, значит, основательность и так далее, и сейчас-то Германия, ну, едва ли не на первое место вышла, но по текущему уровню там военной помощи Украине, участие, значит, в войне, а помнишь, как они там все год назад, значит, показывали пальцем, вот, значит, и придумали всякие мемчики на тему Шольца, да, то есть, вот, значит, что такое Шольца, вот, и, конечно, соответственно, внешнеполитическая обслуга, она это видит, она за этим следует, обосновывает соответствующие шаги и так далее, но только они, как всегда, отстают немножко от, значит, происходящего, потому что, ну, вот я, например, вижу по Вашингтону, те люди, которые, ну, занимаются профилем, понятно, что это неширокие массы, значит, американских трудящихся Конгресса, по сожалению, но те, которые в теме, да, они уже начинают понимать, что нету такого сценария завершения войны, как освобождение украинской территории, что это может произойти, а может не произойти, но это точно не означает конец войны, это просто означает, что линия фронта будет проходить по государственной границе России и Украины образца 91-го года, но это сохранится как линия фронта. На самом деле война может закончиться до того, как будет освобождена полностью вся территория Украины, Российская Федерация может капитулировать до того, да, пойти на мертвый переговор и все прочее. А может, наоборот, не закончиться, когда это произойдет. Потому что первопричина войны не территория, это цивилизационный конфликт, это для России, если хотите, религиозный конфликт, католиков и гугенотов, кто-то должен проиграть. Не может быть какого-то замирения по чисто территориальному принципу. Пока Путин в офисе, эта война будет продолжаться. И вот это понимание того, что окончание войны это не является та или иная, как любят говорить в Кремле, реальность на земле. А это реальность в Кремле конкретно. Вот это является важным фактором. И когда мир, для мира это станет мейнстримом, я думаю, что тогда как раз процесс окончания войны резко ускорится. Потому что справиться с Путиным в Кремле и дешевле, и быстрее, и проще, чем перемолоть российскую армию со всеми снарядами и пушками на поле боя. Илья, теперь, если позволите, я хотела бы вернуться немножко к ситуации в российской оппозиции, потому что у меня складывается такое впечатление, что ситуация как-то оживилась. Я очень хорошо помню, когда я разговаривала с Ольгой Круносовой, это было какое-то время тому назад, она рассказывала, что не очень-то вас принимали среди российской оппозиции, не очень-то хотели поддерживать вас. Я вот дипломатично обхожу острые углы. А сейчас я обратила внимание, что на последних форумах это уже совершенно другая история. Более того, я так понимаю, российская оппозиция стала собирать деньги для того, чтобы поддержать тех, кто воюет. И в этом смысле это очень интересно. Войдет на стороне Украины. Это очень важный момент. Давайте немножко об этом поговорим. Считаете ли вы, что это какие-то серьезные сдвиги, что-то серьезное меняется? На самом деле, во-первых, конечно, как происходило, так и происходит довольно прискорбный процесс, потому что значительная часть российской оппозиции ведет со мной борьбу на уничтожение. Потому что, соответственно, моя линия – это линия вооруженного сопротивления, силового сопротивления. Большое количество людей к этому лично не готовы. Ну и, соответственно, им тем самым надо уничтожать тех, кто к этому готов. Потому что, значит, политическая конкуренция, в которой они не могут участвовать. Более того, в которой они заведомо проигрывают, что показывают такие периодические происходящие из-за меры общественных симпатий. Ну вот там у нас неделю-две назад в Украину приезжал, например, довольно умеренный по своему позиционированию, на самом деле он довольно радикален по взглядам, но по внешнему позиционированию довольно умеренный человек Марат Александрович Гельман съездил в расположение легиона «Свобода России», после чего вернулся, значит, и всем, на всех либеральных СМИ про это рассказал. Все были в шоке. Почему в шоке? Ну, потому что, то есть, существует там популярная разгоняемая телега, что легиона не существует, что это придумал Пономарев вместе с Будановым, значит, на самом деле есть какой-то фейк, в котором, на самом деле, украинские граждане и так далее. Все русские, которые воюют в Украине, они находятся там, либо в РДК, это ультраправые, либо в сибирском батальоне, и это не русские, ну, и в целом, такое незначительное количество, что, как бы, об этом и говорить не стоит. Вот, а все остальное, как бы, эти фейки. Ну, так вот, значит, Марат, когда про это все рассказал, значит, вот в эфире «Живого гвоздя», то есть это, ну, считай, эхо Москвы, да, значит, наиболее, там, вот уже умеренная аудитория, да, они поставили на голосование, там, поддерживаете ли вы силовое сопротивление. Значит, и вот в эфире «Живого гвоздя» 55% сказало «да, поддерживаю». Ну, ведущие, там, значит, которые нас клеймят тоже с утра до вечера, вот за эти самые силовые методы, там, были, конечно, в шоке. Вот, и это, на самом деле, говорит о том, что, что называется, широкие оппозиционные массы на данный момент намного более радикальны, чем, значит, те люди, которые называют себя их вождями. Но что касается вот этой самой верхушки, то, конечно, там вопрос-то не в идеях, да, там людьми двигают не идеи, не концепции, ни у кого нет какого-то видения будущего России, да, там к этому как-то приближался Ходорковский, написав книжку на эту тему, там, «Убить дракона». Но только ты опускаешься на конкретику, да, то есть вот помимо пожеланий, там, мы хотим парламентскую республику, да, ну окей, давайте, а что такое парламентская республика? Вот в Украине парламентская республика, в Швейцарии парламентская республика, в Израиле парламентская республика, значит, в Германии парламентская республика. И даже Советский Союз, ну, прости господи, был парламентской республикой. Но это все очень разные парламентские республики. Китай, он парламентская республика тоже. Ну, как бы, надо же, значит, дьявол-то в деталях, надо это все расшифровывать. Этого никто делать не хочет. То есть, этим занимается вот съезд народных депутатов. А, значит, все остальные как бы осознанно от этого дистанцируются. Не хотят связывать себя обязательствами заранее. Хотя хотят иметь гибкость, чтобы эту телегу можно было повернуть туда, куда будет им выгодно в нужный момент времени. Ну, вот, значит, это все диктует то, что единственный водораздел, это водораздел отношения к и взаимоотношений с Украиной. Потому что вести вот эту силовую линию без Украины невозможно. Нужна база, нужна поддержка, нужно оружие, нужна взрывчатка, то есть, вот, что угодно, да? Значит, соответственно, нужно государство. Да, может быть, только Украина. Никакие другие государства в этом не участвуют. А тут, соответственно, у большого количества наших оппозиционеров есть те или иные конфликты, история отношений. Иногда тривиальная трусость, а иногда и осознанный империализм. Вот, и в итоге этих отношений нет. Ну, и поэтому, соответственно, с теми, у кого эти отношения есть, они начинают всячески изо всех сил бороться. Это сохраняется на данный момент. То, что ты говоришь, что, значит, возникли какие-то изменения. Значит, вот это одно принципиальное изменение, что форум «Свободная Россия» и Гарри Каспарова, значит, который всегда был очень радикальной организацией, надо сказать. Просто какое-то количество, какой-то момент времени они прошли, пошли как бы в противоход. Вот они решили стать более мейнстримной, образовали так называемый Российский комитет действия, который, по сути, там дублировал антивоенный комитет Ходорковского. Ну, и это его сместило очень сильно в такую умеренность, отказ от силовых способов сопротивления и так далее. Но эта политика показала свою неуспешность, слава богу. То есть Гарри, как человек очень умный, чемпион мира, значит, там и так далее, это хорошо понял, вычислил и как бы вернулся назад к вот такому радикальному и проукраинскому позиционированию, где, естественно, мы, значит, заключили друг друга в объятия. И я очень надеюсь, что наша дружба и союз, значит, сохранятся надолго. Что с Легионом свободной России? Насколько сегодня это, что с ним происходит? Увеличивается количество людей? То, что можете, расскажите, пожалуйста, как это сейчас действует. Количество непрерывно растет, оно растет более или менее равномерно. По-прежнему сохраняется ситуация, когда заявок намного больше, чем возможностей. людей принять. И это тоже, это связано с позицией российской оппозиции в том числе. Потому что есть вещи по подготовке, по отбору, по рекрутингу, которые надо делать вне Украины. И, соответственно, они не работают, если нет более или менее солидарной позиции на российской оппозиции, что нам нужны свои вооруженные силы свободной России. И вот, значит, пожалуйста, есть основа этих вооруженных сил. Когда есть раздра, это очень сильно мешает, потому что это снижает возможности и рекрутинга, и фандрейзинга, и любого другого, значит, ресурсного обеспечения всего происходящего. Опять здесь спасибо Гарри, что мы начали этот процесс с аукционами. Прошел аукцион неделю назад, собрал 52 тысячи евро. Ну, то есть это очень много для первого шага, очень мало для того пути, который надо пройти в целом. Но все равно это очень важно, потому что главное создавать облако людей, которые участвуют в принципе в поддержке именно российских добровольческих подразделений на фронте. Не обязательно только регионов, то есть любого добровольческого формирования. Но дальше было несколько мелких операций, которые проводил легион вылазки на территорию России. Были там операции и у других тоже добровольческих подразделений, в других точках фронта. То есть на данный момент они происходят по раздельности. Если вот там поход в Белгород в июне этого года, это, значит, был там совместная такая история. То есть сейчас нету такой военной задачи, которая бы оправдывала риск и требовала какой-то, вот, значит, широкомасштабных действий. Легион активно помогает на нескольких горячих участках фронта, которые сейчас есть в Ахмуте, под Авдеевкой. Есть артиллерийское подразделение, которое в этом активно участвует. Есть подразделение дроноводов. Ну, то есть это такие, как бы, текущие задачи по мере необходимости. Но стратегия не изменилась все равно, она направлена на Россию. Ждем соответствующие возможности тренировать бойцов. Илья, считаете ли вы, что есть такая возможность, что Путин мертв? И в какой, я понимаю, да, вот, но с другой стороны, я недавно говорила с известной французской исследоватой, она говорит, настолько закрыта эта страна, до сих пор остается, что до конца это непонятно, да. С другой стороны, есть, с вашей точки зрения, какие-то факторы, по которым мы поймем, что, ну, если, допустим, Путин не мертв, то, по крайней мере, происходит какая-то попытка смены власти в России, или это вообще все ни о чем, да. Ну, потому что мы же, у нас есть четкое желание это увидеть, да, а вот есть, наверное, какой-то трезвый взгляд на ситуацию. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Эксклюзив. Путин никогда и не жил. Его вообще никогда не существовало. Он изначально был придуман в лаборатории ФСБ на основании социологических опросов общественного мнения, которое хотело иметь Штирлица во главе страны, и изначально нашли человека, сконструировали биографию. Не смогли, как всегда, сделать это идеально, поэтому до сих пор есть споры относительно родителей, и относительно того, сколько ему на самом деле лет, где он родился и так далее. Это о грехе его инкубации, но в конечном итоге, благодаря этому, у нас есть много разных Путина. Можно его создавать и пересоздавать, и перезагружать, и модифицировать, а на самом деле это коллективное руководство ФСБ. Вот и пойдите, докажите, что это не так. Я думаю, что, если говорить серьезно, то слухи про то, что он мертв, точно так же, как и про то, что у него есть двойники, это слухи, которые нужны прежде всего самому Путину. Если есть двойники, значит, бессмысленно устраивать покушение, потому что ты не знаешь, на кого ты покушаешься. Если, то есть, он мертв, значит, и при этом ничего не меняется, но тоже, значит, бессмысленно устраивать какие-то перемены власти в стране, потому что неважно, значит, Путин там или не Путин, а все равно, значит, страна двигается по той же самой накатанной колее. То есть все это такие прививки, которые, я считаю, делает сам Путин, не знаю, там, придумывают это в недрах ФСБ, или, может быть, даже ФСО, как службы охраны, вот, для, там, сбития людей с толку. Склонен думать, что это именно, что не ФСБ, а ФСО, с точки зрения того, откуда получает информацию господин Соловей. Вот, не знаю, верит он в нее, не верит, может быть, даже верит. Вот, а может, просто хайп ловит на всей этой истории. Но, думаю, что заинтересовано в этом, безусловно, само кремлевское руководство, это такие методы защиты. Нет, Путин один, никаких двойников у него нет, и когда мы его убьем, про это все узнают. Илья, вот, если все-таки вернуться, да, к приближающимся выборам, считаете ли вы, что до выборов, кажется ли вам так, есть ли у вас какая-то информация, что до выборов возможно эскалация или наоборот? Потому что, повторюсь, я читала, очень интересно написала на «Медузу» о том, что будет предпринята попытка во время избирательной кампании вынести войну России против Украины за скобки. Уж не знаю, как у них там это получится, но, по крайней мере, они планируют, и вы тоже говорили сегодня, что будет показано, что Россия есть островок стабильности. В этом смысле ожидаете ли вы какую-то эскалацию? Или наоборот, до выборов можно ожидать какого-то такого относительного затища, в котором будет заинтересован сам Путин? Затища имеется в виду, но, по крайней мере, они не будут пытаться ломиться так же, как они ломятся сейчас. Ну, уже понятно, что затишье – это очень сильно зависит от угла зрения, даже, я бы сказал, от направления слуха, да? Потому что с точки зрения сиян затишья – это означает, что по телевизору не говорят про какие-то мегапланы, значит, там, нарастание боевых действий, не дают обещаний, там, не поднимают ожиданий и всего прочего. Да, что при этом реально происходит на фронте, думаю, это все-таки неважно. Все равно люди получают об этом информацию из телевизора. А если еще и говорить с нашей точки зрения, то, конечно, там, главная задача Путина – это усадить Зеленского за стол переговоров. И для этого надо действовать на американцев очень сильно, но для этого надо действовать и на украинское общество. Для украинского общества можно делать каким образом? Ну, то есть энергетическая инфраструктура, которую, значит, можно кошмарить. То есть вы говорите о попешках сейчас, да, о ракетных обстрелах? Да, ну, то есть, что, соответственно, надо ухудшать условия жизни. Во-вторых, необходимо делать все возможное, чтобы дестабилизировать внутрополитическую ситуацию в Украине. Вот выборы, которые в Украине, в отличие от России, настоящие, являются лучшим способом дестабилизации. Вот, значит, больше народу будет про них говорить, там, значит, спорить, дискутировать, значит, говорить про разлад между Залужным и Зеленским, говорить про там, про всепоглощающую коррупцию, которая существует в стране, говорить про ошибки политического руководства. Ну, тем больше, соответственно, это будет наигрывать вот на этот самый нарратив о переговорах и прекращении боевых действий. Илья, вы часто и много, не знаю, как сейчас, но раньше, бывали в Америке, у вас было много контактов среди американского политикума. Что происходит с республиканской партией? Интересная история, потому что выглядит тут внешне, да, до нас же докатывается куча разной всякой информации. И вот если одни республиканцы утверждают, что надо срочно помогать Украине, это очень важно, как лидер сенатского меньшинства, например, да, который говорит, что это принципиально важный вопрос, и это вообще вопрос безопасности само Америки. Это заявление ему там неделя, да. Вот, с другой стороны, мы видим спикера Палаты представителей, который, ну, фактически останавливает помощь здесь и сейчас Украине. И мы, конечно, слышим Трампа, который говорит, что когда он придет к власти, если он придет к власти, то что США этот пресс опубликовала, да, там его основные шаги возможны, если он будет президентом. Он сказал, что он, конечно же, перестанет тратить столько денег на эту войну, и еще потребует от европейцев компенсации вообще за все это. Ну, и вот, и в этом смысле, как бы, возникает вопрос, вот, республиканцы, они что, пророссийские ребята, или как это происходит? Нет, республиканцы, они проамериканские ребята, в том смысле, в котором они это понимают. Они просто, ну, у республиканцев традиционно есть два крыла, интервенционистская и изоляционистская. И они другом там всегда борются. Если демократы всегда были такие более уверенные люди, на самом деле, во внешней политике, то есть они много говорили там про ценностную основу политики, не всегда так делали, но, во всяком случае, всегда старались обосновывать свое вмешательство там или здесь вот какими-то, значит, американскими ценностями, да, там с демократией, свободой, значит, правами человека и всего прочего. То республиканцы всегда были прагматичны и те, и те. Просто, соответственно, есть одно крыло, у которых из прагматических соображений, значит, зона интересов Соединенных Штатов весь мир. Вот, и мы должны играть всюду, значит, вмешиваться во все дырки, да, то есть всюду, значит, продвигать американский интерес, экономический и политический, какой угодно. Ну, вот, и другие говорят там, соответственно, вот, исходя из нашего интереса, нефиг тратить деньги по всему миру, давайте лучше потратим их внутри страны на решение наших собственных внутренних задач. Но, вот, то есть, мотивация одна и та же, она прагматична. То есть, если, соответственно, демократы апеллируют к тому, что, значит, большой нехороший Путин напал на, там, маленькую, значит, невинную Украину, и поэтому надо ее, соответственно, защищать, да, и это является там аргументом номер один, да, то для республиканцев это не так. Значит, и здесь начинается тот процесс, который носит чисто технологический характер перед выборами. Сейчас начинается сезон праймерс. То есть, в Америке нету партийного выдвижения кандидатов, да, в Америке все кандидаты выдвигаются сами по себе, они абсолютно по своему усмотрению говорят, что мы хотим баллотироваться как кандидат от республиканцев или кандидат от демократов, после чего избиратель демократов, избиратель республиканцев приходит на праймерис и выбирает из тех, кто изъявил желание баллотироваться от демократов или от республиканцев, того одного, который будет, как вот, там, получит билет, как они это называют, да, то есть, он избирательный галлютень, вот, от этой самой, соответственно, партии. Ну, кто приходит на праймерис, да, в отличие от общих выборов, туда приходят люди более политизированные, активисты, соответственно, более радикальные по взгляду. Поэтому праймерис всегда выигрывает более радикальные кандидаты, чем мейнстрим. И именно поэтому сейчас вот такие более здравомыслящие республиканцы, которые говорят, что вот надо помогать Украине, они находятся в невыгодном положении. Ветер дует в сторону более радикальной оппозиции о том, что, значит, сгори все огнем. На этом, в свою очередь, играет уже Трамп, который тоже наступает с одной из самых радикальных позиций. Там есть, конечно, даже еще более радикальные ребята типа, значит, Индуса там, значит, и так далее. Но все равно, то есть, там, главный радикал – это Трамп. Это нам очень сильно не выгодно. При этом, можно ли эту ситуацию переломить? Можно. И вот мне на днях, я только что вернулся из Штатов, да, там показывали соцопрос внутриамериканский, который как раз заказывали республиканцы нормальные, да, то есть, которые хотят Украине помогать. Значит, они заказывали опрос, что нужно говорить республиканскому избирателю, который не хочет помогать Украине для того, чтобы он изменил свою позицию. И они, значит, там ряд месседжей на них прокачали. Ну вот ты как глубокий эксперт по политике угадаешь, что номер один? Это очень трудно угадать, я сразу скажу, эта задача даже не со звездочкой, а с двумя звездочками. Может, то, что написал Трамп, может, то, что написал Байден в своей статье «Вашингтон пост», когда он сказал, что вот эти, на самом деле, деньги, которые тратятся на Украину, они идут на американские предприятия и дают работу, собственно говоря, американцам. И вот как-то так, может быть, не знаю, может быть, такой аргумент. Это строчка номер три. Ух ты! А что же тогда строчка номер один? Точка номер один в том, что Путин обижает христиан-евангелистов на оккупированных территориях Украины. 26% республиканских избирателей, слыша про это, меняют свою позицию. А ведь мы об этом совершенно не говорим, на самом деле. Значит, это строчка номер один, да, то есть наших бьют. Вот, строчка номер два с большим отремом, то есть вот эта строчка 26%, строчка номер два с 11 или с 12% – это когда людям объясняешь, что вот эти там, значит, миллиарды, про которые они слышат, и на которые спорят, 30 миллиардов, 50 миллиардов там потрачено и так далее. Когда ты увидишь, что вот эти вот там цифры – это 0,28% бюджета, вот 11% отменяется, все считают, что это какие-то дикие суммы, что мы тратим огромные деньги. Когда люди понимают, что это микроскопически, вот когда им говорят, что там за 3% оборонных бюджета при участии Соединенных Штатов украинская армия уничтожила половину российской армии, для которой, собственно, этот оборонный бюджет изначально и создавался, вот, значит, все сразу говорят, ну, какие мы молодцы, давайте еще, чтобы вторую половину тоже. Вот это там второй пункт, да, то есть переход от абсолютной цифры к процентам, а третье – это то, что ты говоришь про рабочие места. Но вот евангелисты с большим отрывом, с очень большим отрывом. Илья, я, конечно, понимаю, что это не ваша тема, но все-таки задам вопрос этот, касающийся американского ВПК. Что они запустили там из последних каких-то новостей от американского политикума? Наконец-то в полную мощность работу своего ВПК или пока еще это все в процессе расконсервации? Ну, в полную, наверное, так нельзя сказать, потому что в полную это все-таки предсказуемость надолго, да, загруженность заказов, да, то есть этой предсказуемости нет. В Америке, на самом деле, опять-таки, это очень серьезная вещь, это, ну, про это перечки говорят у нас в украинских эфирах, но это как-то, это настолько сильно, на мой взгляд, не ложится на наше сознание, что люди это пропускают мимо ушей. А там это звучит постоянно, да, о том, что вот если мы сейчас все отдадим Украине, то нам будет нечем воевать на Тайване. Вот, это вещь, которую, то есть от американских военных можно услышать все время. Ну, даже не каждый второй, ну, наверное, не каждый первый, но каждый полуторный разговор, вот, два из трех, которые есть с людьми из военного и вопаковского истеблишмента, то есть про это звучит. Но для этого Пентагон должен определиться, а чем, собственно, надо воевать на Тайване. Вот, то есть, вот, например, там вопрос конфликта с Израилем, он с войной в Украине практически не пересекается по номенклатуре вооружений, которые нужны Израилу. Ну, почти не пересекается, там процентов на пять пересечения по заказу. А вот какие вооружения нужны будут на Тайване? Вот на данный момент военные там все нужно, да, то есть, не надо там Хаймарсы, там Атакамсы, нам все нужно, вот, потому что если мы сейчас все раздадим, а тут вот китайцы пойдут и все прочее. А им в ответ когда говоришь, ну, если вы на данный момент не обеспечите победу над Путиным в Украине, то вот тогда-то китайцы точно пойдут, потому что тогда будет понятно, что у вас нет ни политической решимости это предотвратить, ни вооруженных средств для того, чтобы это предотвратить. И наоборот, соответственно, если такая могучая армия, значит, как российская, значит, такой, как стереотипно считалось маленькой армией, как украинская, побеждена при помощи Запада, Запад рисует себе эту звездочку на фюзеляже, ну, тогда на Тайване никто не суется, потому что будет тот же самый сценарий. Илья, ну и последний вопрос, это, конечно, российский нефтегаз. Вот я помню, как в прошлом году мы же его обсуждали, что несмотря на то, что вот в какой-то год уже, да, Россия получит по максимуму, да, когда делались закупки заранее, когда опасались, что не будет там нефти и газа, и делали огромные, делались огромные закупки, Россия получила колоссальные деньги в начале самой войны, да, широкомасштабного вторжения. Многие говорили о том, что все-таки Россия почувствует, что у нее все так гладко, да. Мне приходилось читать, что «Газпром» готовится к каким-то большим убыткам, но с другой стороны все чаще звучит информация о том, что все-таки с нефтью все замечательно, и как бы Россия потихонечку адаптировалась. А мы-то ждали совершенно другого. На самом деле что происходит, Илья? Ну, есть фактор Китая. То есть проблем действительно много, что там говорить, и ущерб нанесен, и я постоянно думаю о том, что нам потом делать, после того, как мы, значит, этого товарища оттуда выгоним, значит, дальше проблема к нам будет разрунилась, да, то есть вот на наследство останется. Сейчас Китай использует этот фактор для своих интересов, потому что в России, с одной стороны, номер один самое большое количество энергоносителей поставляет именно в Китай, причем это практически двукратное превосходство над второй строчкой. С другой стороны, Китай старается не повторить европейскую ошибку и не расширять долю российских энергоносителей на своем рынке. И это, конечно, Путина очень сильно раздражает, он неоднократно уже пытался этот вопрос решить, пока у него, соответственно, здесь это все не получалось. Но, как бы то ни было, в любом случае, денег, к сожалению, для войны будет хватать. Стран, которые готовы покупать российские энергоносители, значит, по-прежнему хватает. И если чего не хватает, у них всегда есть в запасе такой механизм, как девальвация рубля, которую они активно применяют. Для народа тяжело, но как бы все равно у него альтернативы нет. Именно поэтому, я еще и еще раз повторяю, нам нужно, чтобы российская элита потеряла надежду на то, что все само собой рассосется. и это надо достигать, соответственно, и вот уверенностью военной, и последовательностью санкционного давления и вот этой международной политики давления на российскую элиту. Но при этом надо обязательно, обязательно, обязательно сложить альтернативу, которая была бы этой элитой понята, как единая западная позиция, что если не Путин, то вот это, и на которую можно переключиться. И когда будет понимание того, что если переключение состоится, то, соответственно, уровень вот этих вот проблем, санкционных и так далее, начнет резко снижаться. Илья, спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня с нами, очень вам за это благодарны, спасибо. Спасибо. Ну и чтобы 100 тысяч подписчиков было уже завтра. Спасибо большое, Илья, спасибо. Илья Пономарева был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Спасибо.